И пускай зрители могут забыть о существовании фильма Пассажиры, они точно не забудут Дженнифер Лоуренс. Если вы не помните, то Пассажиры – это научно-фантастический фильм, посвященный персонажам Лоуренс и Прата, Авроре Лейн и Джиму Престону. Они – два пассажира среди многих других, которые отправились в межзвездное путешествие. Но Аврора и Джим просыпаются на 90 лет раньше положенного срока, без единого шанса заснуть вновь. Когда у вас впереди 90 лет, которые нужно провести с другим человеком, то ваши отношения, скорее всего, превратятся в романтику из-за чистой скульки, как минимум. Однако, несмотря на то, что между Лоуренс и Праттом наблюдается сильная химия на экране, съемка этих горячих сцен была не лишена трудностей для актёров, особенно для Лоуренс. Актриса недавно рассказала о том, из-за чего её опыт близости с партнёром по фильму был далеко не идеальным, и это было не по вине Прата. Это не значит, что у неё вызывали отвращение съемки в этом фильме. Дело в том, что, когда ей приходилось сниматься в интимных сценах, ситуация быстро становилась неловкой. Во время круглого стола, организованного Голливуд Репортер, Дженнифер Лоуренс рассказала, что в Пассажирах была её первая интимная сцена в кино, и она использовала алкоголь, чтобы придать себе храбрости. Лоуренс сказала, что ей было очень неловко, зная, в каких сценах ей предстоит сниматься. Поэтому, чтобы подготовиться к этому важному событию, она выпила. Много. Однако у такого количества алкоголя были непредвиденные последствия. Лоуренс боролась с крайним беспокойством в перерывах между съемками, так как актриса знала, что её задача – целовать Криса Пратта, который тогда был женат на Анне Феррис, даже притворная неверность вызывала у неё тошнотворное чувство каждый раз, когда им приходилось сливаться в поцелуя перед камерами. Что ещё хуже, сам процесс съемок романтических сцен был не очень увлекательным. Одна сцена, вырезанная из фильма, требовала, чтобы Пратт и Лоуренс имитировали секс на столе, и никому из них это не понравилось. Когда Лоуренс спросили об этой сцене, она сказала, «Сцены секса – самые несексуальные вещи в мире» Экранный роман актеров также привел к некоторым проблемам и в реальной жизни. Когда актер снимается в романтическом кино, всегда есть опасение, что вымысел перетечет в реальность, усложнив отношения в реальной жизни. А когда между двумя звездами на экране создается такая химия, по закону вселенной круговорот слухов разгоняется до предела. Спросите об этом Брэдли Купера и Леди Гагу. И пускай многие знаменитости понимают, что это часть работы, и могут найти в себе присутствие духа, чтобы подняться выше этого, эти сплетни почти всегда наносят психологический урон. Истории о закулисной измене распространились как лесной пожар после того, как Крис Пратт и его жена, актриса Анна Феррис, объявили о разводе. Дженнифер Лоуренс была по главе списка потенциальных причин этого события из-за того, что она снималась в романтических сценах с Праттом в «Пассажирах». Лоуренс опровергла эти слухи во время интервью InStyle, заявив, что к тому времени, когда Феррис и Пратт объявили о разводе, фильм уже был завершен несколько лет назад. Даже Анна Феррис не поверила слухам. В своих мемуарах она заявляет, что они были хорошими друзьями с Дженнифер Лоуренс, и бывшая жена актёра была смущена сплетнями. Феррис также пишет, что Лоуренс извинялась за все эти слухи, поскольку узнала, что это добавляло Феррис ещё больше стресса в такое напряжённое время. И пускай у Дженнифер Лоуренс остались в основном неприятные воспоминания о съёмках романтических сцен в «Пассажирах», всё было не так уж и плохо. В истинном стиле Дженнифер Лоуренс они ей больше всего нравились, когда происходили ситуации с импровизацией, которые создавали одни из лучших моментов на съёмочной площадке фильма. Во время интервью с Лоуренс USA Today обнаружили, что один из самых забавных моментов фильма был совершенно непреднамеренным. В одной сцене персонажи Лоуренс и Праттон одевают скафандры, и после того, как они снимают шлемы, они пытаются целоваться, но сталкиваются друг с другом, потому что скафандры слишком большие. Этого не должно было случиться. Они должны были слиться в страстном поцелуе, но непредвиденная громоздкость скафандров превратила эту сцену в комедийный эпизод. Всем на съёмочной площадке он так понравился, что его оставили в финальной версии фильма. Этот случайный момент – ещё один пример в списке ляпов фильмов, которые оказались лучше изначально задуманных сцен. По совпадению, другая такая сцена также связана с Крисом Праттом, когда он случайно уронил Камень Бесконечности в Стражах Галактики. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых актёров, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!